Как известно в Ереване недавно прошел саммит ОДКБ, но по итогам саммита так и не были подписаны декларации и документ, которые были связаны с запросом Армении к ОДКБ оказать помощь по части азербайджанской агрессии со стороны организации. Никол Пашинян отказался подписывать данные документы, обосновав такое решение тем, что в итоговом документе по части оказания помощи Армении со стороны ОДКБ нет конкретной и четкой позиции, которая бы осуждала азербайджанскую агрессию. Сразу необходимо отметить, что в случае подписания указанных документов, на армяно-азербайджанскую границу была бы направлена мониторинговая группа ОДКБ, которая бы была размещена там и фиксировала бы нарушения. Страны ОДКБ готовы были на саммите в Ереване подписать именно такое решение, но еще раз отметим, что документы не подписал именно армянский премьер. Интересно, что Никол Пашинян подписал подобное заявление в Праге, в результате которого сейчас на армяно-азербайджанской границе размещены наблюдатели ЕС, которые занимаются мониторингом ситуации, но никак не влияют на то, чтобы Баку перестал осуществлять свои провокации. Практически в каждодневном режиме азербайджанские вооруженные силы стреляют по армянским позициям, их никак не смущают расположенные на границе европейские мониторинговые группы. Кстати, когда в Карабахе редко случаются какие-то провокационные действия со стороны Баку, то в ход идут обвинения в адрес российских миротворцев, которых обвиняют в бездействии различные прозападные общественно-политические силы в Армении, но сейчас они отмалчиваются, когда азербайджанцы ежедневно обстреливают армянскую территорию на глазах западных наблюдателей. Вполне понятно, что появление на границе наблюдателей от ОДКБ полностью вытекает из интересов Армении, но Пашинян отказался подписывать под таким документом, что явно противоречит армянским интересам. Такое решение Пашиняна абсолютно исходит из интересов Баку и Анкары, которые не заинтересованы видеть наблюдателей ОДКБ в регионе. ОДКБ — организация, в которой локомотивом является Россия. Будем честны и скажем, что ОДКБ — российско-центричная структура, а главной мотивацией нахождения в организации Армении с первых дней был именно этот фактор. Армении важно, исходя из вопросов своей безопасности, находится там, где Россия играет ключевую роль. Что касается России, то именно она остановила эскалацию в период с 13 по 14 сентября Г. Об этом открыто заявил и Папа Римский Франциск. Очевидно и другое, что каждая страна ОДКБ имеет свои интересы. Да, некоторые страны ОДКБ имеют хорошие отношения с Азербайджаном, поэтому это нужно воспринимать в качестве существующей реальности и сходить из того, что есть. В этом плане и Пашинян, и все остальные прекрасно понимают, что со стороны УТК не может быть резкой антиозербайджанской реакции в целом на происходящие события. Именно здесь и кроется основной замысел заинтересованных сил. Сегодня в том, чтобы ОДКБ был дискредитирован, заинтересованы Запад, Турция и Азербайджан. Что касается России в качестве союзника Армении, то стоит напомнить, что 44-дневная война в Карабахе была приостановлена лишь при непосредственном посредничестве Москвы. Попытки приостановить кровопролитие были сделаны и со стороны США и Франции, однако они не увенчались успехом. Сегодня определенная стабильность в Карабахе сохраняется только лишь благодаря присутствующим там российским миротворцам. После 9 ноября 2020 года состоялись встречи руководителей Армении и Азербайджана при посредничестве президента России. Москва неоднократно не только заявляла о своей готовности помогать Еревану и Баку установить мир в регионе, но и делала и продолжает делать все, чтобы напряженная ситуация в Карабахе не переросла в полномасштабное кровопролитие. В вышеуказанном формате данный конфликтный вопрос начал активно продвигаться, однако и здесь нашлись определенные внешние силы, которые решили, что нужно создать альтернативную площадку якобы для решения вопросов между Арменией и Азербайджаном. Очевидно, что созданный брюссельский формат, который также координируется и со стороны США, направлен на то, чтобы вытеснить Россию из региональных процессов и продолжить политику ее изоляции. После возникновения так называемого брюссельского формата и в Карабахе, и в регионе в целом ситуация стала более напряженной, а стычек в Карабахе, намного больше. Мы видим, что сегодня аналогичная ситуация и на границе Армении с Азербайджаном, когда после появления там европейских наблюдателей ситуация стала более напряженной, а Баку стал идти на постоянные провокации. Очень бы не хотелось верить в то, что власти Армении наивно верят, что Запад будет помогать Армении выходить из сложившейся ситуации, так как война в Карабахе 2020 года прекрасно показала, что Запад кроме баснословных заявлений больше никак реально не повлиял на конфликт. Получается, что Пашинян готов пускать европейских наблюдателей на границу, а ОДКБ пускай пока подождет.